Приветствуем всех, кто находится сейчас у экрана в телеканал ТВЛ начинает свое вещание в студии Анны Вязгина. Итак, главные темы выпуска. Санитарная эпидемиологическая обстановка. Актуальная тема. В Электрогорске прошел очередной круглый стол по вопросу экологической обстановки. Полезные рецепты с Нателлой Барановой. Готовим таежный десерт. Ледовое побоище. В Павловском посаде прошел турнир по хоккею с шайбой. Новый юбилейный выпуск программы «Дай ответ» молодежного медиа-центра. Гость Нина Пастушенко, заместитель главы. Программа «Духовные беседы». Весенний концерт студии танцев «Радуга». Прогноз погоды. Обо всем по порядку. Начнем с санитарной эпидемиологической обстановки. По данным Роспотребнадзора региона по состоянию на 21 марта в нашем округе следующая обстановка по заболеваемости COVID-19. 3940 плюс 40 за неделю случаев заболевания. 3748 жителей выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. 107 человек находятся на лечении, 85 человек скончалось. Берегите себя и будьте здоровы. 19 марта во дворце спорта имени Натальи Петрусевой состоялся турнир по хоккею на кубок главы городского округа Электрогорск среди детских и взрослых команд. Спортсмены долго готовились и проявили себя на максимум. Игра шла очень напряженно. Кто же стал победителем, расскажет Мария Устинова. Яркий свет прожекторов отражается от стекол на площадке, по которой на огромной скорости несутся рыцари льда. Не щадя шлемов и лад, они вколачивают шайбы в сетки ворот и в яркие борта. Все это сразу же приковывает внимание и не отпускает до самого финала. По традиции турнир начался с торжественного открытия. Глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев выступил с приветственной подбадривающей речью. Также слово сказал почетный житель и известный тренер Электрогорска Владимир Иванович Чернецов. Прозвучал великий российский гимн. Игра началась. Сегодня мы находимся в Павловском посаде. И здесь проходит турнир по хоккею на кубок главы городского округа Электрогорск. И прямо сейчас игра накаляется. Зрители и тренеры болеют за свои команды. А мы болеем за наших электрогорцев. Пожелаем им удачи. Дерзкие движения клюшек, громкий стук шайбы, крики ярых болельщиков и переживающие тренеры. Все это натуральные признаки насыщенной игры. Турнир проходил на ледовой арене имени Натальи Анатольевны Петрусевой. Участие принимали шесть команд, три детских и три взрослых. В первой половине турнира соревновались сначала детские команды из Электрогорска и Павловского посада. Во-первых, очень приятно, что в такой прекрасный весенний день мы проводим, уже традиционный стал турнир на кубок главы городского округа Электрогорск. И, наверное, вдвойне приятно, что сегодня такое количество команд у нас участвует. И Тигры, и Тигры-1, и Тигры-2, и Боевое Братство. Поэтому я надеюсь, что борьба будет очень интересна и насыщена. И я просто желаю, чтобы сильнейший победил. Счет на табло постоянно равнялся. 4-4, 5-5, 6-6. Эмоции закипали. Каждая команда была в шаге от победы. Все решил всего лишь один гол. Что скажете по поводу прошедшей игры? Ну что, мальчишки стараются, работают. Как тренировались год. И видно, что успехи впереди. Они третьими в области. И успехи у них очень налицо. Ну, пожелаем юным хоккеистам дальнейших побед? Конечно, конечно. Всем, чтобы были здоровы, миновали травмы. И больше побед, и шайб. И по итогам напряженной игры среди детских команд первое место завоевали наши электрогорцы. Команда Торнадо. Вторая ступень пьедестала досталась полуопосадским тиграм. И третье место заняли Тигры-1. Расскажите, как вам вообще сегодняшняя игра? Сложно было? Да, очень сложная игра была. Но мы все-таки справились. Я думаю, вообще не справимся, когда заберем за пять секунд. Дальше к победам, к завоеваниям стремиться будете? Конечно, будем. Конечно. Будем стараться еще больше зарабатывать и выигрывать кубков, наград, медалей. А вообще, что скажете про соперников? Соперники очень хорошие, сильные, старше нас на год, на два. Ну, соперники, да, сильные были, но по буритам мы их все-таки обыграли. После младших хоккеистов на лед вышли старшие, профессионалы своего дела. Здесь игра идет уже совсем по-другому. Жестко и настойчиво. Только этими словами можно описать происходящее. Сыграли также три команды из Электрогорска, Электроуглей и Юрьев-Польского. И здесь электрогорцы воодушевились и вышли на самую высокую ступень пьедестала. Первое место забрала себе команда «Боевое братство». Второе – «Авангард» из Юрьев-Польского. И третье место досталось команде «Искра» из Электроуглей. Все игроки невероятные молодцы. Пожелаем им удачи и еще больше громких побед и призовых мест. Спорт – это сила. Так держать. 18 марта в Малом зале Дома культуры прошел круглый стол по вопросам деятельности предприятий «Карнашпан» на территории Электрогорска. Руководитель предприятия представил присутствующим концепцию развития производственных площадок, ответил на волнующие вопросы жителей и определил план задач. Руководитель предприятий «Карнашпан» Начали совещание с протокола предыдущего круглого стола, подписанного 30 апреля 2021 года, по пунктам, которые уже выполнили и предстоит выполнить. Одним из первых продолжит работу по дорожной карте, согласованной с главой города по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного отделения ДСП. Дорожная карта актуализирована 10 января 2022 года. Там у вас были, я так понимаю, какие-то проблемы с поставкой, и, естественно, дорожная карта комплективной страницы в вводу в эксплуатацию фильтра сушильного отделения ДСП составлено и актуализировано 21 января. С докладом о выполнении пунктов выступил генеральный директор предприятия. Руководитель предприятия «Карнашпан» В положенные сроки поставка оборудования была непростой. Надо сказать, что ситуация, ну, скажем, после начала специальной операции вообще достаточно сложная. У нас приходится просто сложная вообще перемещение через границу. Но и до этого было не все так просто. Но мы справились со сроками и ввезли все необходимое оборудование, внесли все необходимые дополнения. Это пункт номер три нашей дорожной карты было. Мы изменили проектные решения, которые не включали в себя вот этот мокрый электрофильтр, прошли экспертизу, получили положительное заключение экспертизы. На сегодняшний день нерешенным вопросом остается получение положительного заключения на санитарно-защитную зону объектов и установку рециклинга, линии, которая позволяет отделять древесину от примесей. Мы надеемся, что в ближайшее время наши уважаемые санитарные врачи закончат смотреться на документы. Мы три раза получали от них наш проект. И все необходимые документы с вопросами мы три раза возвращали обратно. Господа санитарные врачи внимательно отнеслись к жалобам, которые получили от населения, включая то, что там были мысли и идеи по поводу того, что, скажем, влияет ли нахождение предприятия на экологические заболевания, которые в городе могут быть. Насколько я понимаю, санитарные врачи даже такую информацию запрашивали. И мы надеемся, что в ближайшие несколько недель мы получим. И тогда мы сможем завершить процедуру. В связи с этим пусконаладочные работы по срокам переносятся. По словам главы города, есть ряд пунктов, которые не были выполнены. Один из них – однократный среднесуточный отбор проб воздуха в двух точках на границе санитарно-защитной зоны и исследование атмосферного воздуха с использованием метода хроматоспектрометрии. Это осуществляют после ввода в эксплуатацию фильтра. В марте месяце, зная, что пока мы еще не запустили это оборудование, мы провели самостоятельное оборудование. Масс-исследование, вот сейчас представим вам, в двух точках. Одна точка находится, значит, улица Советская, дом 32А, а вторая, СРТ, елочка, дом 30. И там мы провели исследование, никаких превышений, ни по каким ингредиентам, а их мы проверяли, 13 ингредиентов не найдено. Далее Ардашар Ермамедович представил присутствующим концепцию развития производственных площадок предприятия, использование вторичной древесины при изготовлении продукции. Все, что было сделано из древесины, потом прожило свою функцию, потеряло, и у нее было два варианта. Или она должна быть на теплоэлектростанциях сожжена, или попасть на полигоны может, Россия обычно напопадала на полигоны. Если не эта установка рецептинга, то обычно данная древесина попадает на полигоны. Мы рассчитываем, что мы сможем, конечно, придется много работать с компаниями, которые занимаются сбором. Главный вопрос, который волнует жителей – технологический процесс и его влияние на экологию города. Нас интересует, у жителей города, первый вопрос, мы понимаем, что у вас какие-то оптовые поставщики существуют, которые однозначно привезли эту древесину. И, во-вторых, нас интересует, в первую очередь, технологический процесс переработки и выделения при этом тепла, каких-то дополнительных веществ. Хотелось бы на этом поподробнее остановиться. Плюс рецептинга в том, что в приоритете используется сухая и переработанная древесина, а значит, снижается объем вырубки лесов. В контексте предыдущих фазов, что вы говорите хорошо, и я думаю, что вопрос многих людей волнует. И, наверное, это будет в прошлом последствии. Вот смотрите, вы говорили, что, так скажем, и сейчас, и на наших предыдущих встречах, что подавляющее большинство вторсырья будет поступать не со свалок, а от поставщиков, фабрик, каких-то других контрагентов. Какая-то часть, в любом случае, будет утилизироваться. Вот вопрос, наверное, которого у нас есть жители. Это утилизация вот этих остатков. Это будет использован процесс поджигания или нет. Технологический процесс представляет собой отделение древесины от ненужных примесей. Специальным устройством дерева древесина сгоняется в одну сторону, а вся минеральная, минеральные включения, такие как песок, камни, стекло, они осаждаются на дно этого. Это емкость, и потом скребком собирается и удаляется в отдельную емкость, которую мы вот вывозим уже на полигоны. В итоге все-таки вы ответите на вопрос, который в большинстве наших жителей. Процесс поджига, розжига или горения при этом технологическом процессе, он будет или нет? В этом процессе технологическом ничего, кроме физических процессов, не используется. Никакого горения, никого горения, еще раз повторяю, никого горения не будет. Нет, подождите секундочку. Если бы в этом процессе участвовало бы горение, то тогда бы горела древесина, извините меня. А мы, все, что нам нужно сделать, это нам надо отделить от естественной древесины, нам надо отделить стекло, металл, пластик. Хорошо, вот именно пластик, мы включаем такие горячие вещества, то есть они не дожигают у себя своего. Нет, вы езжу. Содержание некоторых элементов возможно, но в строго определенном соотношении. Бумага, стекло, меньше 0,2% должно быть в материале. Металлические включения, меньше 2% должно быть в материале. Минеральные примеси, это песок и так далее, меньше 0,2% должно быть в материале, который мы будем брать на переработку. Содержание недопустимо, никаких окрашенных вещей, мы не будем это брать. И это является техническим условием, которое мы показываем и прикладывается в договор с поставщиками этой вторичной древесины. После перешли к вопросам. Мы получаем миллион тонн древесных отходов в год. Это мечта. Мечта, ваша мечта. В Электрогорске. Нет. И в Еголевске, как-то распределят это хорошо. В 50 метрах, в Электрогорске точно, в 50 метрах 67 от жилых домов. 67. 67. 67, все, я не вру, 67 от жилых домов. Вы превратите их в стружку, из них потом соберете плиты. Все правильно? Мы превратим их сначала в щепу. В щепу, потом в плиту. Да, потом отделим от них то, что я сказал. Потом в закрытых помещениях специально оборудованные затемельницы возвращаются по стружку. И также дальше весь процесс закрытых, она высушивается. И потом подается формовочную линию. И потом подается на прессу. Да, мы уже скажем, что мы все скоро выучим процесс технологического. Переведется, это очень хорошо. Мы будем подкованы. И еще раз, это произойдет в 60... Сейчас, я покажу вам еще, в гости придем. И все это произойдет в 67 метрах от окон. Нет, это 67, это забор. Забор, окна не пропадает. Расстояние от моего забора до вашего забора. Как выяснилось, 67 метров составляет расстояние от границы. Ограждение предприятия до стены первого жилого дома, находящегося в близости. Но установка рециклинга, то есть сам процесс будет осуществляться в 410 метрах. Жители интересуют, что представляет собой процесс производства. А конкретно, будет ли сжигание. Насколько увеличится трафик движения машин с материалом. И как изменится экологическая нагрузка на город. Вот сейчас, последние 20-го года, по 22-й год, мы делали очень много замеров по производственному контролю Гранаш-Панкл. У нас там есть точка мониторинга. Мы постоянно мониторим лабораторные исследования. На формальдегиды, на другие вещества. И мы выходили с прокуратурой несколько раз. Так как прокуратура привлекала по поводу огромного количества жалоб. Но я вам должна сказать, что ни разу. Гранаш-Панкл мы не предупреждали, так как шла прокуратура. Я вам положа на сердце говорю. Они не знали о том, что мы будем проводить лабораторные исследования. И превышения ни по каким ингредиентам мы не нашли. Значит, после того, мне кажется, вот объективно, когда я приезжаю в город Электрогород, да, раньше был запах. После того, когда они прекратили договор аренды с Линевичем и с Водкинской компанией, мне кажется, что у вас какое-то вот улучшение, ну, улучшение наступило. Это опять же таки объективно. И по тому проекту, который сейчас, вы уже, наверное, все поняли, что рециклинг – это не производство никакого там сжигания не происходит. Это только сортировка щепы. Я надеюсь, что вы все это поняли. Потому что у всех были вопросы, что там будет сжигаться, какие там выбросы. Вот. Мы сейчас рассматриваем, и я, ну, вот этот вот проект, я так понимаю, что о производстве МДФ там пока еще речь не идет. И мы рассматриваем этот проект, что производство, вот, кроношпан, он на сегодняшний день постепенно уходит от этого круглого бревна в сторону щепы. И при производстве щепы выбросы на много, чуть ли не в два раза получается по проекту ПДВ, они меньше, чем при производстве вот этого, вот, когда у них круглое дерево было в технологическом процессе. Поэтому я неоднократно звонила в наше управление. Как вам уже сказали представители кроношпана, мы неоднократно просили уточнения всякие по этому проекту. Они отвечали, они нам давали все необходимые документы. Вот, когда у нас проходила проверка последняя с прокуратурой, там даже, вот, они проводили измерения, что у них там в трубах. Опять же таки, и в трубах они ничего не нашли превышающего того, что должно было быть по проекту. Так что на сегодняшний день, раньше жители жаловались у нас на запах. На сегодняшний день в ваших жалобах, вот, я уже не вижу именно слов, что вы выждалитесь на запах. Конечно, но, может быть, вас волнует, что это будет за предприятие. Потому что руководство нам, то, что они обещали, трубу они сделали длиннее, фильтры они закупили. Мы будем надеяться, когда они установят эти фильтры, на сегодняшний день пока что фильтры еще не введены в эксплуатацию. Мы будем надеяться, когда они будут введены, может быть, вы как-то немного успокоитесь, но объективных, вот, сейчас, на сегодняшний день претензий к этому производству у Роспотребнадзора нет. Заключительным пунктом круглого стола было запланировано провести день открытых дверей в третьем квартале 2022 года. Необходимо определить и представить в адрес предприятия ответственное лицо и список инициативной группы жителей, которые будут присутствовать на замерах. После получения результатов замеров, полученные протоколы будут размещены на сайте администрации. Далее в нашем эфире рубрика «Полезные рецепты» с Наталой Барановой. Будем готовить таежный десерт. Всего три ингредиента и пять минут времени потребуется для этого десерта. И ваши гости и родные не выйдут из-за стола без сладкого. Берите на заметку рецепт. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем нашу рубрику «Полезные рецепты». И сегодня с вами мы будем готовить таежный десерт. Состоит он всего из трех ингредиентов. И самой главной составляющей его является ягода брусника. Брусника считается ягодой бессмертия. Самое главное, что она делает, она чистит кровь от вредного холестерина, как его называют врачи. А также брусника чистит стенки сосудов. Этим она очень полезная. А также она является всевозможными, разнозаживляющими свойствами обладает, противоязвенными, противобактериальными. Поднимает очень хорошо иммунитет. Там замечательный витаминно-минеральный комплекс редкий, который присущ именно ягодам, которые растут в лесу, дикоросы. Ну, помимо всего этого, она просто очень вкусная. И, конечно же, мы будем употреблять ее в сыром виде, потому что именно в таком виде сохраняется максимальное количество витаминов и микроэлементов. И все, что нам дает природа, оно укрепляет наш организм вот в таком виде, в каком оно есть. Также мы сегодня будем использовать несколько ложечек меда и кедровые орешки. Кедровые орешки, о них, ну, даже, наверное, не стоит говорить, потому что все прекрасно знают об их калорийности, об их пользе. И, конечно же, они очень-очень вкусные. Итак, мы начинаем с меда. Укладываем, вот я взяла вот такую красивенькую емкость, вазочку. Я кладу несколько ложечек меда. Бывают люди, у которых, ну, нехорошо организм реагирует на мед, там, всевозможными, может быть, аллергиями или высыпаниями. Дети не все могут есть мед. Мы можем заменить спокойно сгущенным молоком. Ну, вот у меня сегодня мед. Вот я положила две ложечки меда, теперь я несколько ягодок. Я прямо ее беру замороженную, рекомендуется в этот салатик брать ее, не салатик, в десерт, именно замороженную. Снова кладу ложечку меда, сверху ягод. Так, и посыпаю орешками. И вот у меня получился, можно сказать, первый слой. Теперь я снова выкладываю мед. Здесь, опять же, можно регулировать по вкусу. Кто любит послаще, можно, конечно, больше сдабривать медом или сгущенным молоком. Но поскольку ягода достаточно кислая, то тритерного вкуса, конечно же, не будет. Как раз тут такой сбалансированный вкус кисло-сладкого, холодного, мягкого ореха, жирненького. Удивительно, необычное сочетание таких вот ингредиентов. Я вам точно могу сказать, что если вы хотите пригласить гостей и чем-то их удивить, то угостите их вот этим самым таежным десертом. И буквально еще один слой. Мед очень хорошо растекается по моему десерту. Пропитывает, обволакивает ягодки, орешки. Сосыпаю орешками. Ну и еще для красоты сверху ложечку меда. Создает такую глянцевую, приятную поверхность. Немножечко склеивает все ингредиенты этого десерта. Вот такую однородную массу. Похожую, ну не знаю, может быть на пироженка или на такой вот пудинг. Мой десерт готов. И для того, чтобы его красиво, стильно подать, у меня есть вот такая веточка сосны, которую я красиво укладываю на тарелочку. Ставлю сюда вазочку с десертом. И получается вот такая вот красота. Можно подать на стол. Вы можете проявлять фантазию, потому что называется он таежный, поэтому все, что ассоциируется с тайгой, может быть использовано. Вот у меня даже есть шишечка. Могу даже шишечкой немножечко вот так украсить. И все очень аппетитно, вкусно. Я уверяю, детям очень понравится, потому что непонятно, как заставить ребенка, например, поесть просто бурюснички свеженькие, замороженные. А так он с удовольствием съест. Поднимет себе иммунитет, а вы разделите с ним этот десерт. Приятного аппетита, дорогие друзья. Желаю вам вкусных десертов, здоровья. Будьте счастливы. А сейчас представляем вам юбилейный выпуск программы «Дай ответ» молодежного медиа-центра. Гость Нина Пастушенко, заместитель главы города. Всем добрый день. Меня зовут Пастушенко Нина. А я заместитель главы администрации городского круга электрогорства Московского университета. Всем привет. Эта программа «Дай ответ». Сегодня у нас юбилейный десятый выпуск. И у нас в гостях Пастушенко Нина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Неплохо. Отлично. Тогда сразу перейдем к вопросам. Конечно, давайте. Многие знают, что вы занимаете должность заместителя главы города. В чем заключается ваша должность и какие у вас есть обязанности? В чем заключается должность, вы только что назвали ее название, скажем так. Если говорить о направлениях, то мои компетенции – это дорожная деятельность, это благоустройство, это транспортно-служивание селены. Хорошо. Мы немного уже узнали о вас перед интервью. Очень интересно. И у нас возник вопрос. У вас финансовое образование, насколько нам известно, но вы работаете в дорожной сфере. Как так вышло? Да, это действительно так. Не знаю, откуда вы это узнали, но не такая уж секретная информация. Да, действительно, я закончила финансовый университет. Хочу сказать, что для этой работы непосредственно в органах местного управления как раз образование экономическое, наверное, более… Это более такое фундаментальное образование, потому что важно понимать бюджетные процессы, важно понимать, как формируются контрактные моменты. То есть, что касается, если мы говорим о дорожной деятельности, то есть мое образование, скажем так, в высшем учебном заведении – это, повторюсь, да, фундаментальное такое. То есть, а непосредственно, что связано с дорожной деятельностью, ну, время не стоит на месте, есть очень много курсов, в том числе онлайн. Вот, я стараюсь хотя бы раз в год повышать квалификацию на эту тему, но и опять же, это все приходит с опытом. Я уже 12 лет работаю в этой улице. А расскажите в целом про ваш карьерный путь. Как вы дошли до заместителя главы? Какой хороший вопрос. Я пришла на работу в 19 лет в администрацию городского округа «Электрогорск» на должность эксперта отдела «Пашкхан». А проработала 4 года, поняла, что, ну, это интересная тема. Вот, а потом получилось так, что я ушла работать в министерство, а тогда оно называлось «Главный управление дорожного хозяйства Московской области». Я отработала там 2 года на должности консультанта, а потом меня пригласили, опять же, вернуться на работу в наш город начальником отдела транспорта. Через 2 года мне предложили должность начальника управления. И еще через 2 года, собственно, да, мне предложили занять должность заместителя главного. Замечательно. Какие есть преимущества и недостатки в вашей профессии? Главный недостаток, наверное, это, ну, отсутствие свободного времени, наверное, в том объеме, в котором хотелось бы. А преимущество? Преимущество главное, наверное, в том, что когда ты видишь результат своей работы, реальный, когда дети играют на площадках новых, красивых, установленных, когда ты можешь проехать по городу, не переживая за то, что можешь оставить колесо там в какой-то огромной яме, вот это, наверное, да, приятно осознавать и видеть результат своей работы, реальный. Все мы знаем, что пандемия, которая нас не так давно нестигла, очень обширно повлияла на все сферы. Как она повлияла на ваши дети? Я не могу сказать, что мы ее особо ощутили, потому что во время пандемии мы продолжали работать в обычном режиме, на удаленку мы не уходили. А единственное, да, немножечко коснулось это непосредственно работ, самих физических, да, там, ремонтов, благоустройства, потому что, да, были проблемы и с людьми, многие болели, вот. А так, в целом, ну, я бы не сказала, что это как-то очень повлияло на работу. А может быть, у вас появились некоторые помощники, волонтеры? Волонтеры всегда, мне кажется, вообще самые главные наши помощники, особенно что касается опросов, сборов мнений граждан. Вот, да, спасибо большое всем за это. В этом году, надеюсь, мы также плодотворно продолжим эту работу, учитывая то, что в прошлом году наш город занял второе место по количеству голосов, российского голосования, по части комфортной городской среды. Вот, надеюсь, в этом году мы продолжим в том же духе и не зададим свои позиции, и, возможно, даже займем первое место в этом направлении. Очень надеемся. Да, мы приятно. А какие есть планы по благоустройству города? В этом году планы очень масштабные. Если говорить про благоустройство, это благоустройство, наверное, все уже знают, да, что в прошлом году наш город стал победителем всероссийского конкурса малых городов. Соответственно, в этом году мы реализуем большой проект благоустройства территории Озеро Стахановское. Также в этом году уже заключен муниципальный контракт, это продолжение городского бульвара в районе храма скверства Константина, вот эта территория тоже в этом году будет благоустроена. Вот, если говорить, ну просто у меня же не только благоустройство, да, у меня три направления. Если говорить про ремонт дорог, у нас в этом году большой объект, это дорога к дачному товариществу «Зеленый» от улицы Калинина. Также в этом году мы завершим строительство дороги к новой школе, которую в прошлом году, к сожалению, не удалось нам завершить. Опять же, это связано с подрядчиком, который не смог свои обязательства выполнить. И также в этом году тоже масштабный большой проект – это строительство дороги к новому кладбищу. Вот, также еще хочу немножко так анонсировать, да, сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы запустить новый автобусный маршрут от Электроборска до Электростали. А вот в ближайшее время сейчас, да, будем обращаться к вам, к колонтерам за помощью, в этом вопросе будем проводить социологический опрос на эту тему, то есть было ли это вообще, будет ли это вообще востребовано жителями, в какое время, то есть какой целью, вот, как бы соберем мнение. Если это действительно будет востребовано, ну, как бы хотелось бы довести, проработать моменты, чтобы этот маршрут все-таки начал функционировать. Мы очень рады, что у нас город продолжает развиваться. Вы часто работаете в мужском коллективе? Ну, всегда, я бы сказала, не часто, всегда. Каково это? Слушаются ли вас ваши предчиненные, уважающие? Ну, вот ни разу, наверное, с 12 лет проблем с тем, чтобы были какие-то недопонимания, у меня не было, честно могу сказать. Работать в мужском коллективе, но лично для меня это где-то даже, наверное, проще, на самом деле. То есть каких-то проблем глобальных не замечал, например. У вас сложная и ответственная работа, но вы, наверное, все-таки отдыхаете когда-то, мы очень надеемся на это. Да. Как вы проводите свое свободное время? Ну, как я уже сказала, к сожалению, его очень мало, потому что 24 на 7 это на телефоне, это чаты, это звонки, встречи. Вот, когда удается все-таки выделить какой-то там маленький момент свободного времени, это стараюсь проводить его с близкими людьми, с друзьями, куда-то выехать, сходить на концерт, возможно, в театр. Вот какие-то вот такие моменты. А хобби у вас какое-то есть? Если бы у меня было больше свободного времени, наверное, я бы смогла больше уделять ему времени. Как такового прям хобби нет, но я очень люблю вокал, пение, вот, хотелось бы, конечно, больше посещать этому времени, но пока это какие-то такие локальные, опять же, мероприятия, скажем так. Мы осенью проводили социальный опрос и составляли осенний плейлист. Мы собираемся это же сделать с весной и хотим попросить ваши рекомендации, потому что мы знаем, что вы очень любите музыку, может быть, какие-то жанры, песни, исполнители. Вы знаете, я настолько меломан, что я могу там, буквально вчера, кстати, была на концерте группы Ария в Павловском фасаде, прекрасный концерт, вообще всем рекомендую. Ну, то есть я к тому, что я могу утром послушать Арию, а вечером какого-нибудь там Моргенштерна, ну, я условно там, да, как бы вот, поэтому боюсь, что каких-то четких рекомендаций дать я не смогу, но если там в каком-то рабочем порядке можем связаться, я могу там покидать вам какие-то самые, скажем так, такие для меня, ну, прям любимые песни. Ариночка, давай. А, даже так? Блин, у меня нет вопросов. А что ты не подготовилась? Я же тебе написала за два часа. Вы сказали, что вам нравятся вокалы, вы с кем-то занимаетесь? Сейчас нет, но в юности своей, там, лет 15 назад, да, я пела в группе, в рок-группе, довольно продолжительное время. А это там есть какие-то записи песни? Как называлась? Не могу, я сейчас, девочки, правда, даже не вспомню, как она называлась, да, записи, скорее всего, наверное, не осталось, потому что, ну, это был там 2005-2006 год, тогда не было телефонов с прекрасными камерами, на которые ты мог все это записать, поэтому, скорее всего, наверное, не сохранилось ничего. А это была камера группа или свои песни? И свои песни, и камера были. Да. А вы не занимались музыками в школе? К сожалению, нет. К сожалению, получилось так, что, когда я вроде как надумывала туда поступать, мне было уже 14 лет, ну, то есть это уже было поздно, и меня не взяли в музыкальную школу, а так бы я, может, походила. Он говорит, я знаю, что вы много путешествуете. Есть ли у вас любимое место или город? Да, безусловно, это Ярославль. Вот туда готовь, если бы у меня была возможность есть туда каждый выходной, я бы это делала. Советуете заведение из Ярославля? Какое вы можете? Заведение. Так, у нас программа 18 пришедет. У нас есть такая традиция с девочками, с которыми мы чаще всего выезжаем, собственно, по этим городам. Одно время мы ходили по местам, которые рекомендовала Елена Летучева в своей передаче «Ревизора». И как раз-таки вот одно из таких мест, которые мы нашли в Ярославле, это пельменная подбелка. Это очень атмосферное место, там часто проводятся концерты местных групп. Вот мы однажды попали, я не помню, как называется она, но учитывая то, что это очень маленькое такое камерное помещение, да, а группа, там девочка на клавишах, мальчик на контрабасе, ну, представляете, что это такое, да, там он занял ползала, вот, и вокал. То есть очень-очень здорово. Так что всем рекомендую, кто поедет в Ярославле, обязательно сходи туда. Не знаю, вот я даже не могу ответить. Мы как-то вот один раз туда поехали, просто опять же собрались в выходные, потому что, говорю, времени нет. Мы обычно там в пятницу уезжаем вечером после работы, а в воскресенье возвращаемся домой. Вот, а учитывая то, что здесь езды там, ну, три часа на машине, вот решили поехать. Но я была вообще, прям, я влюблена в этот город, на самом деле. Почему не переедете туда? Я, мне кажется, настолько патриот вообще Подмосковья, что я вот вообще не представляю, чтобы жить где-то в другом месте. Съездить на пару дней, да, а вот так, чтобы переезжать, нет. Хорошо, замечательно. И по традиции уже нашей программы, мы всегда просим гостей, дайте какие-то советы нашему молодежи, допустимые слова сказать. Но мне не хотелось бы как-то шаблонно говорить. Я хочу сказать, что у вас сейчас самое вообще крутое время. У вас есть возможность выбора, безусловно, учитывая, насколько сейчас все развито в плане возможности получить какие-то новые знания. Я хочу сказать, что если вы хотите достичь успеха в каком-то деле, будьте готовы отдаться ему полностью и настраиваться на то, что только от вас будет зависеть ваш успех. И опять же говорю, будьте готовы к тому, что любые планы требуют усилий. И о погоде на предстоящие сутки. Ближайшей ночью ясна температура 0,2. Давление заметно выше нормы. Во вторник, 22 марта, будет ясно и солнечно. Днем воздух прогреется до 7-9 тепла. Ветер северо-западный, умеренный, возможно, небольшая магнитная буря. На этом выпуск новостей подошел к концу. Далее в эфире программа «Духовные беседы». А сразу после – в весенний концерт в студии «Танцев Радуга» под руководством Германа Селиванова. Приятного просмотра. В студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин